Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программы «Якутск сегодня». Мы выходим в прямом эфире одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссер Николай Слепцов Айдын и я, Любовь Петрова. 18 мая музейщики будут отмечать свой профессиональный праздник, Международный день музеев. И вот сегодня, накануне праздника, мы встречались с сотрудниками исторического парка «Россия. Моя история». Это экскурсовод парка Сергей Николаев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И специалист по экскурсионно-выставочной деятельности исторического парка «Россия. Моя история» Михаил Пономарёв. Здравствуйте, Михаил. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 32166. Пожалуйста, можете к нам позвонить во время прямого эфира и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Вот 22-й год, это год юбилейный, да, и в этот год очень много было, и в вашем музее, наверное, тоже, да, много всяких мероприятий, выставок. Вот об этом, пожалуйста, расскажите. А юбилейный, посвящённый столетию ЯССР. Ну да, у нас в этот год, так как, ну, как скажем, насыщенный был очень начало года, так как открылась наша, одна из крупнейших, наверное, работ нашего музея, это вот выставка, посвящённая столетию Якутии, это вот выставка современной истории Якутии, так сказать. Да, современной истории Якутии. Ну, мы к нему готовились давно, и как раз вот к юбилею уже республики открыли выставку. Выставка у нас состоит, ну, из семи залов, где рассказывается уже история Якутии, именно современной эпохи, так скажем, это... Какой период охватывает? Ну, начиная до революционного времени, это вот чуть-чуть... Конец XIX века, самая малость, и до нашей. До наших дней, там вот, ну, всё разделено по эпохам, так скажем, ну, вот, до революционного времени чуть-чуть один зал, и начиная с него уже вот революция, потом становление уже социалистической республики, и, как скажем, время войны, так скажем, огненные годы называется у нас зал. Потом уже послевоенное время, потом 80-е, 90-е и 2000-е, до наших дней. Довольно подробно, да? Да. Ну, если говорить про саму выставку, да, то вот лично я экскурсовод, я вот всегда задаюсь вопросом, ну, какую тему вообще выставка может ответить? И действительно, если посмотреть на эту выставку, то она отвечает на очень такой важный вопрос, а чего мы добились за 100 лет? Чего Якутия добилась из-за 100 лет? За 100 лет своей государственности. За 100 лет своей государственности, и на самом-то деле успехи очень большие, как минимум до того, как у нас республика получила свою государственность, до этого в Якутии был голод, было недоедание, люди были бедными, скажем так. Стопроцентная неграмотность была? Ну, не стопроцентная, но почти стопроцентная. Почти стопроцентная. И вот за 100 лет мы смогли улучшить свою жизнь, сделать её гораздо лучше. То есть мы и, скажем так, за это время живём в комфортабельных домах. В основном уже, что у нас появился тот же самый водобровод, появился интернет, появился электричество за всё это время. И действительно, вот этот отрезок для нас, столетний, был очень важным в нашей истории. Потому что как раз за это время наша республика, Якутия, стремительно развивалась. И когда я веду экскурсии, я, как правило, про это говорю, акцентирую на этом внимание. То есть не просто 100 лет, а 100 лет, что произошло за 100 лет. Да, ну даже если взять по отдельным отраслям, это же тоже будет очень такой большой прогресс будет. Очень большой прогресс. Практически во всех отраслях. И выставка очень хорошо отвечает на этот вопрос именно, чего добилась республика за 100 лет. Чего добилась? Много. Очень много вам. Ну и надо сказать про саму выставку, именно его составляющую. Да, что там у вас, если у вас в основном в музее бывает, в основном это экран, да, то там у вас и экспонаты есть же, да? Да, мы отошли, так скажем, от классического уже подхода нашего музея, от мультимедий. Ну, мультимедийная часть, это, конечно, большинство всё равно у нас. Вся информация представлена мультимедийным виде. В сенсорных экранах и, так скажем, мафах больших экранов. Ну и есть предметный ряд, который именно показывает, раскрывает душу, так скажем, этой эпохи. Сопутствующие пока предметы той эпохи, именно какие-то частички, сохранившиеся с тех времен. Ну и людей тоже показывают, наверное, да? Да, у нас есть круглый зал, где представлены, скажем так, видные деятели Якутии. То есть, кто у нас, скажем так, Якутию развивал за все эти сто лет. Конечно же, отцы-основатели, руководители Якутии и современные деятели. И эта выставка будет до какого работать? Тут, насколько я помню, она у нас до конца декабря будет работать, да? Ну, до конца года, так скажем, она будет точно работать. Ну, потом уже по посещаемости может быть продлиться. Ну, ещё какие у вас выставки на мече сейчас, в данный момент проходят? Вот недавно у нас открылся Путелея, тоже такая очень интересная мультимедия. Геокультурные образы. Да, геокультурные образы, очень интересная выставка. Открылась у нас тоже 27 апреля во время столетия. И выставка сделана очень хорошо, всем советую на неё сходить. Выглядит она просто прекрасно. Да, довольно такой своеобразный и интересный подход уже к истории в мультимедии. Ну, что это за выставка? О чём она? Суть её в чём? Надо посмотреть. Ну, вот, да, то, что... В тот день у нас ещё тоже было, скажем так, много мероприятий, поэтому как-то сами ещё не посмотрели. Ну, точно, ну, сами стопроцентно, конечно, посмотрели чуть-чуть, но стопроцентно не знакомы. Ну, вот, чтобы понять именно эту выставку, надо его посетить, посмотреть. Ну, тем более, что организатор этой выставки Андрей Савич Борисов, да? Вот его интересное видение истории надо посмотреть. Ну, он уже работает, да? Да, работает. Выставка уже работает для посетителей. Ну, это вот именно ознакомиться уже музеем, как именно посетить эту выставку. Также у нас работает выставка «Я не боюсь», это выставка художников. 2 апреля мы её открыли, то есть людей её очень много посетило, всем нравится. Она у нас посвящена человеческому страху, ну, не для того, чтобы человека запугать, например, да, чтобы, когда он вышел из выставки, ему было очень плохо. Вообще сама по себе выставка задаёт тоже такой вопрос, какие у меня есть страхи, и как над ними можно проработать. То есть когда человек создаёт страх, он начинает над ним работать. И вот мы надеемся, что единственный человек смог прийти к этому вопросу, тогда эта выставка свою, скажем так, цель выполнила. И там, если по наполнению говорить, то там у нас есть и мультимедиа, также есть и сами в физическом формате работы, то есть картины. В основном у нас представлены работы молодых художников, это у нас агики. И также есть работа у нас из союза художников, то есть именитые такие художники, как, например, Почкарёва Александра, очень, скажем так, знаменитая художница. И она нам предоставила, например, картину, посвящённую, например, Канпендемии. Это картина впервые, скажем так, ну это её первая выставка. И такую уникальную картину можно посмотреть у нас в музее. Работает выставка до 29 мая. Ну и как можно бороться со своими страхами? Осознать. В первую очередь осознать. Потому что зачастую у человека неосознанный страх, и он не может с ним из-за этого бороться. То есть никакую коррекцию не может провести, потому что сам по себе страх ещё не определён. И вот когда гость проходит через наши залы, то он, например, видит страшно таким образом. Это первый зал. В втором зале нас, например, ну вот так условно разделили. То есть у нас идёт зал сперва «Сумерки». То есть когда нечисть выходит из своих нор, ну пока ещё светло. Потом у нас идёт ночь. То есть кульминация. То есть ночь у нас всегда ассоциируется с обычно с чем-то плохим. В этом ничего такого нет, потому что человек сам по себе перед темноты боится. Это у него в природе так заложено, что древние люди, ну это, если так немного отвлекаться, древние люди, например, часто страдали от кошачьих, когда ещё не были в Африке. И, как правило, кошачьи нападали ночью и утаскивали, например, мужчин. То есть кого-нибудь съедали его, а вот мужчины у нас, женщины защищали. И поэтому у всех людей есть такой несознанный страх темноты, как раз связанный с этим. Потому что человек плохо видит в темноте, и в темноте много хищников. Но уже после самой тёмной ночи начинается рассвет. И вот это третья часть выставки нашего зала. И там уже такие более, скажем так, релаксирующие образы используются. Релаксирующие картины, работы. Вот примерно так. Ну вот, например, я боюсь собак. Вот как мне проработать? Я осознала же, я осознаю, что я боюсь собак. Как мне вот это проработать? Ну вообще, вот я лично, я сторонник, например, потому что человек ходил к психиатру. То есть у психиатра надо этот страх уже корректировать. Ну даже если человек, например, осознает страх какой-нибудь, боится собак, то в будущем он сможет уже над ним работать. Вот это самое главное. То есть цель выставки именно не излечить человека, а сказать ему то, что какие страхи у него есть, и то, что над ними нужно работать. Путь указывает, да? Да, ну осознание, что есть страх, но как-то вот надо бороться. Значит, собак лучше к нему подходить надо. Ну вот бывает, что нападают. Ну да. Ну давайте вернемся еще к выставкам. У вас же еще есть 100... 100 именных алмазов. В Столетии Республики открылась выставка 100 именных алмазов. Ну начнем с того, что это реплики самих алмазов, посвященные именно им присвоены имена знаменитых деятелей, наверное, так скажем, Якутии, героев, 25 героев. Советского Союза. Да, Советского Союза. Героев Великой Отечественной войны. Героев Войны. Потом также есть герои соцтруда. И там разные, так скажем, знаменитые деятели. Ну, например, у нас есть алмаз Федора Попова. Он же у нас защищал, насколько я помню, переправился через Днепр в 43-м году. И он накрыл позиции немцев пулеметом, пулеметным огнем и позволил своему взводу, насколько я помню, перейти реку, там около 80 человек. Но сам, конечно, во время этих событий погиб. Ну, вот он у нас является первым героем Советского Союза из народа Саха. Ну, мы продолжим наш разговор после рекламы. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу. После рекламы мы вернемся и продолжим наш разговор в прямом эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Пожалуйста, можете позвонить к нам в студию и задать интересующий вас вопрос гостям нашей студии. Мы говорили о выставках, да, которые у вас сейчас идут. Ну, мы, вот, ага. Еще, по-моему, мы еще не закончили. Ну, скажем, две выставки пока работают. Ну, надо успеть сейчас, вот прямо сейчас, в данное время, на выставку истории Ары. Кузнечного дела. Ну, археология Якутии, там история именно кузнечного дела, там выставлен именно такой уникальный экспонат, наверное, так скажем, по всей республике, который никто пока не реконструировал, никто не вставлял. Это вот печь для сародутной плавки железа. То есть, это уникальный экспонат, потому что, как правило, они очень плохо сохраняются, особенно здесь, у нас в Якутии. И вот чудо то, что ее смогли найти. И мало того, что смогли найти, там еще недалеко было найдено кричное железо, то есть, который, ну, готовый материал из этой печи. Но если вообще говорить про... А какого века эта печь? Около 16-го. Точно, если говорить до прихода русских, там рамки очень большие, там, 15-16 века, именно до прихода русских, вот маленькая такая печка. А это значит, печь не из завода Беринга, да? Нет, это другое. А это, значит, чисто якутская? Да, чисто якутская, она вот размерами, ну, метр на метр, так скажем, маленькая. Она вот уникальна тем, что ее вот смогли найти и привезти, и собрать обратно в музей у нас. И что она себе представляет? Ну, глиняный сосуд, как и по всему миру же, так, по сути говоря, делали, да? Да, ну, такие вот архаичные. Там сопло есть, и через это сопло, например, воздух уже задувают. Такой вот, ну, холодный, конечно, но почему бы нет? И печку после этого, насколько помню, полностью... Ну, да, вот уникальность этой печки, то, что его ломали. Да. Вот железо расплавили там, и печку разбирали, чтобы достать уже вот то, что там внутри было, его ломают. И получается, у нас выставлены именно половина этой печки, чтобы показать, что было внутри. Ну, еще есть сопутствующий материал, так скажем. Ну, вот та же вот шлак, от которой там остался, те же коричные железа, которые там были найдены, как железная руда, также. И сопло. Две расплавленные, уже использованные сопла. Ну, если не вру, вроде бы с тех же мест. И еще наковальня. Ну, и архаичная тоже якутская, такая традиционная наковальня. Да, на такой очень необычной форме. Нам обычно представляем европейскую наковальню, такую большую, которая висит по тонну или что-то наподобие этого. На самом деле, якутские наковальни были маленького размера, потому что кузнецы, они в основном уже из-за ласа в лас. Не, они не кочевали, так скажем, но все равно вот более-менее. Да, они мобильными людьми были. Ну, в основном изготавливали, наверное, небольшие изделия, да? Украшения. Ну, тут, надо сказать, именно те... А изделия есть? Изделия вот сейчас представлены уже современные. Хамусы, ножи именно современных нынешних кузнецов, там кулическультуру, если не ошибаюсь, предоставили нам. Также, ну, кузнецы и республики там разные. Ну, насколько я знаю, на момент прихода Беринга, ну, то есть, когда у нас вторая Камчатская началась, якутские кузнецы умели делать все, кроме пушек и литья сложного. То есть, например, ружейные столы они же умели делать. Да, если не про Беринга говорить, то уже этот завод... Да, завод Тамгинский. Тамгинский завод, да. Там информация у нас как раз есть, ну, мультимедийный вариант уже только осталось у нас. Там есть история этого завода, как он существовал, для чего он работал. Ну, к сожалению, он как экспедиция закончилась. Но он некоторое время существовал, верно, а потом... Да, и потом завершилось. Дома его смыло. И потом, ну, сейчас вот самая большая проблема его, где он стоял, его полностью уже в данное время смылать кофе. Река каждый год, ну, подходит ближе. Ближе подходила, сейчас уже дошла. Ну, и тут, подходя вот обратно немножко к кузнецам, именно те, кто вот люди плавили железо и делали, ну, как скажем, материал, это немножко иные люди были. И те, кто делали именно уже из них изделия, это другие кузнецы. Как-то мы представляли... Разделение было, да? Да, разделение труда, так сказать. Мы их представляем почему-то вот едином в аренде. Хотя вот плавили железо и добывали его совершенно разные люди, тоже кузнецы, а вот именно из них изделия делали тоже разные люди. Ну, возможно, это было связано с тем, что выплавка металла дело сложное и очень-очень долгое. То есть печь могла около двух дней работать. Ну, и сезонная вот печь. Ну, и сезонная летом же только можно было делать, да, зимой же. Руду добывали осенью даже, так сказать. Да, осенью в основном. Руду добывают, потом уже начинаются весны, уже начинают делать из него железо. Вот у нас есть даже заветная такая мечта с Михаилом. Ну, мы... Ну, я вот просто иногда снимаю видео, и вот из-за того, что очень такое насыщенное начало года было, никак не могли к нашему заветной мечте сказать, что мы хотим взять и реконструировать якутскую печь. Ну, вот цирродуктную печь, вот этот метод. Как-то мы уже почти год планируем. Руду мы нашли. Руду нашли. Да, хангалскому голосу мы руду нашли, места известные есть. Ну, никак не можем прийти к тому, что... Начать делать. Начать делать. А весь процесс с вами уже знаком, да, вы знаете? Ну, нам будут помогать кузнецы, так сказать. А, настоящая кузнеца вам будет помогать. Потому что, скорее всего, мы сами выждем просто железо, у нас получится этот процесс. Ну, надеемся, этим летом получится. Это вот к такому вот съёмкам, наверное, да, мы пришли ещё в пандемийное время. Там музей не работал, надо было как-то всё равно действовать. И у нас был музей рецептов всё равно. Мы готовили еду. Ну, вот надо сказать, что эта выставка у вас уже закрывается, завтра уже закрывается. Нет, выставка будет работать, просто печка. А, печку уберут. Она для другого проекта уедет. Ну, он будет готовиться для ночи музеев уже. Это его последний день, получается, сегодня. Если кто услышал, вот спешите, можете посмотреть. Только сегодня, да? Да, только сегодня уже. Ну, ещё у вас была выставка по стерхах, да? Да, вот сегодня открылась выставка. Путь стерха называется. Ну, это вот посвящённая самим стерхам и китайскому озеру. Так, совместная выставка с китайцами. Именно, ну, одни, ну, как наши стерхи, они там зимуют, так скажем, у нас летуют. И вот было доказано, что они туда летают. В очень большом количестве. В очень большом количестве, ага. Слетаются в озере Пианг. И как раз их путь показан в этой выставке, как они живут. Как у нас, получается, потомство появляется, если не ошибаюсь. А как китайцы вообще относятся к стерхам? Вот для нас это рыба, ой, птица, это священная птица, да, вот для нас. А китайцы? Тоже, ну, не священная, но тоже... Очень благородные животные. Благородные животные считаются. Тоже почитают, да? Да, они их тоже уважают, так скажем. Охота на них тоже запрещена там. Запрещена, ага. Ну, и совместное изучение просто стерха ведёт именно отслеживание путей. Вот у нас она в Красную книгу занесена, а в Китае интересна тоже. Повсюду в Красную книгу, то есть редкое животное, да? Популяция очень сильно сократилась, и из-за этого... Ну, это у вас эта выставка мультимедийная, да? Нет, она вот фото-выставка, так скажем. Фото-выставка. Фотографии этих стерхов есть, да? Да, фотографии стерхов, именно как они тут живут, как они перелетают туда. А кто такие интересные фотографии? Это же очень редко... Ну, как сказать... Фотографы... Фотографы... Поймать птицу, это же считается. Профессионалы, так скажем, изучают уже птицы, арнеполы, не ошибаясь. Фанаты своего дела. Ага. Это вот очень кропотливые люди, которые изучают и фотографируют птиц. Сложная профессия, так скажем. И вообще фотографировать птиц, это надо хорошее терпение иметь. Да. Вот вы говорили о пандемии. Вот как музей пережил пандемию эти два года? Ну, было сложно, но, так скажем, он показал моменты, которые отцу музея раньше не знали. Ну, вначале было сложно, но потом начали искать выход именно, как дальше работать. Работать, ну, как потенциальными посетителями, так скажем, которые дома сидят. Музей был закрыт или работал? Первое время пандемии, когда полный локдаун был, музей не работал. И в это время у нас, ну, появилась как раз мультимедийная, так скажем, интернет-рубрика. Ну, музей начал тогда ещё в Инстаграме работать. В онлайн-режиме. В онлайн-режиме так. Опробовали метод онлайн-экскурсий. В онлайн-экскурсии были, были музеи рецептов был. Ну, если не собрать, больше 20 онлайн-экскурсий на разные тематики. И люди как откликались? Вначале очень активно смотрели. Ну, там были прямые эфиры, вот, скажем, и люди присоединялись, смотрели, иногда спрашивали. Ну, потом уже спад пошёл и поиск уже других методов привлечения публики. И тогда у нас появилось вот с лета, да, до 20-го года музей рецептов. Каких рецептов? Музейных рецептов. Летние рецепты у нас появились. Ну, мы готовили еду. Именно, не просто, а вот реконструкция традиционных рецептов Якутии. Ну, в основном направленность там тематики шла именно не сам рецепт, а именно как всё это делалось там. Самая первая идея, когда я уже вошёл в эту программу, так скажем, съёмок, это было, мы делали левершу, мы рыбачили. Стоп, это когда мы осенью поехали? Не, это вот, значит, в середине лета, вот самый разгар лета. А мы же ещё осенью. Не, не, осенью-то немножко потом было. Мы изготовили вершу вот ту, никутскую вершу из стальника. Ну, там изучили прям музейные экспонаты, в закрытый музей вошли, в музей археологии, там как раз верша хранится. И его реконструировали, и при помощи него в морхе озере пытались поймать, правда, не получилось. Потом, как неожиданно, на озере Щёрце мы смогли поймать карасей. Ну, приготовили, попробовали на открытом огне. И какие караси? Ну, как обычный архбар. Были очень удивлены, потому что там очень много карасей прям. Много карасей, оказывается, да. Вот у вас интересная профессия, вы, оказывается, то, что работаете в этом музее, да, и осваиваете что-то, и то теперь хотите верши эти, технологии изучаете, хотите вот эту печь изготовить. Вот чем привлекает вас ваша профессия, ваша работа в музее? Надо сказать, мы оба историки, закончили исторический факультет САУФУ. Ну, это вот оттуда всё началось, можно сказать. Ну, а то, что вот именно изготавливаем и пробуем именно историческое, это вот историческая реконструкция, так скажем. Ну, интересно, а вот именно в реале хочется попробовать сейчас, как всё это делается. Просто голый интерес на этом и делается. Ну, в основном я снимаю всё-таки. Да, Сергей у нас больше роль оператора, а я именно действующее лицо. Ну, вы молодые люди, вы, значит, хотите посвятить себя вот этой профессии, да, музейного работника? Да, ну, как я вот вклинился именно в музейное дело. Одна из, наверное, серьёзных практик моей работы. В 17-м году устроился, когда музей ещё открылся. Ну, и с тех пор, интересно уже. Ну, разные направления справ. Я вчера был экскурсоводом, потом стал уже выставочным специалистом. А вы? Я свой путь начал в 20-м году, осенью как раз. Ну, первоначально я занимался по большей части только экскурсиями. У нас полминуты. Но в последнее время вот я и занимаюсь и видеосъёмкой зачастую, и также занимаюсь ещё, например, ну, работаю с спецэффектами в последнее время, чтобы в будущей выставке делать. Примерно так. Ну, оказывается, профессия музеяного работника очень интересная и многогранная. Обширная. Да, обширная. Мы сейчас прервёмся на рекламу, дорогие друзья, а после вернёмся и продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». В студии режиссёр Николай Слепцов-Айдын. У микрофона я, ведущая Любовь Петрова. И сегодня у нас в гостях сотрудники исторического парка «Россия. Моя история», экскурсовод парка Сергей Николаев и специалист по экскурсионно-воспитательной деятельности исторического парка Михаил Пономарёв. Мы говорили о выставках, а сейчас поговорим о мероприятиях исторического парка. Ночи музеев. Ночи музеев. Вот как раз. Ближайшие крупные мероприятия. К дню, международному дню. Да, конечно, международный день будет 18 мая у нас, но обычно такие крупные мероприятия всегда проводятся в выходной дне. Поэтому перенесли на 21 число. Будет у нас, скажем так, много активности, то есть художники к нам придут, к нам придут лекторы-историки. У нас, кстати, будет ещё аукцион. В фильмах, скажем так, аукцион у нас работ художников. То есть, я думаю, нечасто у нас аукционы проводятся в Якутске. А, да? Да. Так что приходите, будет очень интересно. То есть, в самом мероприятии у нас начинается с 6 часов. А какие картины будут на аукционе? Прикламируйте. Ну, в основном у нас будут... Мы хотим, скажем так, выставить картины, которые были у нас на выставке, я не боюсь. Ну, может, кто-нибудь ходил, видели их, и некоторые авторы хотят свои работы продавать. А также и те работы, которые не были на выставке. То есть, у нас вообще художники сами по себе, да, очень такие предприимчивые люди. Очень много, даже, ну, как предприимчивые, они очень активные люди, очень много работ делают. И, как правило, художник по 3-4 может, по 5-6 работ может делать, ну, таких крупных за год. И их время от времени... Ну, надо же деньги зарабатывать. Ну, да. Да, поэтому хотим дать такую возможность. И надеюсь, что хорошо пройдёт аукцион, что много картин сможем продать. И художники тоже будут очень сильно рады. Ну, не скажете сейчас, какие художники будут принимать участие в аукционе? Картин каких художников? То есть, из союза художников, это у нас Курилов будет. А, Николай Николаевич? Да. Надеемся, то, что Бочклёва Александра будет у нас. То, что Скорик у Ольга Фанасина к нам подойдёт. Возможно, даже из Агики, то Сардана Владимировна поучаствует. Ну, ещё выпуск студентов могут поучаствовать, конечно же. То есть, там очень такие предприимчивые есть. И у них много тоже работ на продажу есть. Ну, и тем более известные художники, оказывается, будут принимать участие в этом аукционе. Это интересно. Сама идея аукциона довольно нова для нашей республики, кажется. В моей памяти не проводилась она. Это редко такое, да? Редко бывает, аукцион не проводят. В последний раз, насколько я помню, аукцион у нас такой крупный проводился в 2020 году, да? То есть, они очень нечасто проводятся. Что ещё можно сказать-то? А что ещё будет, кроме... Ну, кроме аукциона ещё что будет в Ночи музея? Ну, к нам придут историки. У нас Яковлёва Капитолина Максимумна. Это Алла Игоревич Яковлёв. Тоже знаменитые у нас историки. Как раз менторы. Да, так скажем. Наши менторы. И они расскажут нам про историю Якутии. Ну, конечно, больше такую вот связанность с историей повседневности. Ну, потому что мне это очень интересно. Как жили наши предки. И на такие темы мы поговорим. Ну, скорее всего, повседневность города, да? Да. Как именно горожане жили, как именно в сёлах люди жили. А это с историей города Якутска? Ну, не только там, республическая, всё будет, но... Такая более общая тема будет, связанная с историей повседневности. Ну, потому что из исторической памяти у нас очень часто исчезает действительность. И зачастую мы, например, каждое время можем романтизировать, чтобы было лет сто назад, двести лет назад. Как, например, в Средневековье нас романтизируют одни принцессы да рыцари. На самом-то деле там уже было 95% крестьян, которые жили не так хорошо. И на самом деле такие темы очень нравятся людям. Что когда разговаривают историю, да? Да, бытовую жизнь, чтобы представить, как люди жили, как одевались, что они ели. То есть именно повседневность людей, как другие... Да, какие у них были взаимоотношения, это же интересно. Действительно. И поэтому, как правило, историки говорят так, как есть. То есть не романтизируют плохо. И людям это очень сильно нравится. Конечно. Вот также, ну, из такого что у нас будет? У нас мастер-классы будут по рисованию. То есть также из акварели будут у нас мастер-классы. И ещё у нас будет возможность нарисовать ваши портреты. То есть к нам придут из творческого объединения «Кандыкан». И они будут нарисовать портреты посетителей. Очень хорошо рисуют. Ну, это у вас мероприятие будет платное, да, или бесплатное? Оно будет бесплатным. То есть, ну, само мероприятие будет бесплатным. Но некоторые, сразу предупреждаю, некоторые мастер-классы будут платными. Потому что, скажем так, мастера сами придут со своими материалами. Конечно же, их надо оплатить. Ну, портрет, да, точно. Ну, например, портрет, это будет платное, да? Да. Ну, лекции, скорее всего, бесплатные. Ну, нет, она будет бесплатной. Ну, вот лекции бесплатные обычно бывают. Ну, акширная, так скажем, культурная программа, да? Да. Из таких мероприятий, ну, конечно, и в июне у нас День России будет. Ну, если говорить вообще о конкретных планах, которые у нас есть на лето этого года, из того, что у нас будет такого крупного, это, конечно же, выставка, посвященная у нас Арсеньеву. Ну, в конце лета. Да, в конце лета будет. К путешественнику, да? Да, путешественнику, который Дальний Восток у нас исследовал. Сколько я помню, у нас в русско-японской войне он у нас проводил разведку в Приморском крае. Ну, потому что Приморский край-то сам по себе очень холмистый. Там очень много маленьких рек, очень много маленьких долин. И, например, даже в конце 19 века не так много о нём знали. То есть примерные такие тропы, ну, ближе к Китаю, там, где равнина у нас идёт. Эту территорию, в принципе, это знали, потому что там уже люди жили. А всё, что было, например, восточнее, там, где холмы шли, очень мало чего знали. И поэтому весь этот край у нас Арсеньев исследовал. И уже своими, ну, скажем так, на его, снова его исследовании, в будущем развивался у нас Приморский край. Ну, и, конечно, он ещё был музейным работником. Он также написал книгу про Дирсу Узола, да? Да. Охотника. Выставка будет совместно с Владивостокским музеем имени Арсеньева. Ну, она будет, кстати, мультимедийная. А, Владивостокским музеем. Ну, ещё пока вот обдумывается, продумывается, как она будет выглядеть. Пока вот, так скажем, в процессе научного обдумывания идёт выставка. Ну, летом тогда Владивосток вообще очень, у них обширная будет программа. Приезжает же театр с Владивостока и Национальный художественный музей тоже будет. Ну, вот в рамках всего этого у нас происходит. Ну, ещё дальнейшие планы, конечно. Ну, из таких дальнейших планов ещё, очень крупных, у нас есть мультимедийная сказка. Ну, это уже декабре будет месяце. Ну, посвященная у нас Новому году. Хотим своими силами сделать, ну, создать, по сути говоря, мультимедийную сказку. То есть, условно говоря, такой вот очень обширный видеоролик. Да, ну, мультимедийная экспозиция, так скажем, представляющая зиму именно. Что такое холод и как именно у нас наши предки смотрели на это. Вот, над этим будем работать. Ну, на мне просто, почему я об этом говорю, потому что я за это ответственен. Поэтому, вот, это такой вот очень долгоиграющий у меня план, долгий. И, надеюсь, всё отлично получится. Вот, у вас в основном контент же мультимедийный, да? А вот посещаемость, какая посещаемость от вашего музея? Вот, раньше, ну, вот, в ковидное время, например, у нас очень нестабильная посещаемость была. Например, когда у нас ослабевали ковидные ограничения, к нам начинали ходить люди. В большом количестве, в семьи ходили. Но, как правило, когда у нас ослабевает ковидный режим, его через 2-3 недели снова усиливают. После этого у нас снова идёт такой вот провал. Ну, вот, ага, ковидные ограничения всё-таки на нас сыграли. Ну, вот, если говорить до ковида, ну, до пандемии, то очень большое количество людей приходило. Ну, один из самых посещаемых, наверное, музеев был, если не соворать. Люди активно ходили, молодёжь ходила. Ну, и пожилые люди к нам интересуются, ходят. Люди, бывает, там, в одном зале проводят, там, по несколько дней приходят. Там, первый зал смотрят, одну экспозицию, потом второй зал смотрят, подробно всё читают, каждый там. Ну, у вас всегда очень много же бывает мероприятий. Не только выставок, но и мероприятия же там у вас проходят. Да, мероприятия, ну, у нас активно проходят, так скажем. Ну, почти каждые выходные вот семейные мероприятия, выходные музеи, называется. 7-го у вас было мая тоже мероприятия семейные. В последнее время к нам ещё молодёжь в большом количестве ходили, да. Ну, выставка открылась, вот, художников. Многим, ну, молодёжь в основном и ходила, очень сильно понравилась. Ну, также у нас в последнее время ещё молодёжными мероприятиями занимались же День японской культуры, например. Тоже много молодёжи было. И вот я тоже замечаю то, что в нашем Телеграме тоже в основном молодёжь пишет. Там вопросы задают. Кстати, да, можно прерокламировать его, подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Телеграм. Ну, и не забывайте про Ютуб. Да, и не забывайте про Ютуб. А, Ютуб тоже, да? Ну, Ютуб как раз вот наша рубрика выходит сейчас. Ну, единственное место, где он остался. А вот в будущее, как вы себе представляете будущее вот вашего конкретного музея? И вообще музеев? Ну, надо сказать... Вы думаете, что в таком же виде всё оно останется? Ну, традиционные музеи они всё равно останутся. Всё-таки традиция. А мультимедиа, ну, она уже пришла в музейное дело и, скорее всего, не отстанет от музеев, так скажем. Она будет... Просто будет развиваться в скале десятилетия. Ну, внедряться, потому что вот... Ну, понятие вот голограмма даже очень хорошо... Да, вот голограмма, это же можно... Это же реальность, как будто бы настоящий предмет находится, да? Ну, и рекламировать другой музей, можно сказать. Вот сейчас очень хорошо обыграна голограмма в музее. Да, сокровища. Сокровищницы, как раз сокровища там показаны. Там не оригиналы, а голограммы. Да, голограммы. И очень, кстати, реалистичные. Действительно, как реальные. Ну, дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам, рассказали о своём музее. О нашем радиослушателе я вам напомню, что мы говорили с сотрудниками музея исторического парка «Россия. Моя история». На этом наша программа завершена. А мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго.